Дед Мороз! Дед Мороз! Подарки не сделает! Дед Мороз! Дед Мороз! Дед! Чудо произошло! Дед Мороз уже под окнами с полным мешком подарков. Впрочем, главного волшебника ребята тоже решили одарить. Каждый готовит дедушке открытку с символом будущего года. Уж дети точно знают, какой он должен быть. У него вот белые, а уши вот такие. А Сава нашел подарок. Барашка убавит! В живом уголке этнографического музея – дамское общество. Баранов здесь всего два, остальные – овцы и козы. Несмотря на то, что утром и вечером они получают свою порцию овса и отрубей, не прочь полакомиться угощением. Хотя барашков можно вообще не кормить, говорит зоолог Валерий Халзанов. Они сами могут себе обеспечить всем необходимым. Дело в особой породе этих животных. Уживчивость, скажем, выносливость этих баран, вот такой булы, бурятской породы, они сами себя обеспечивают кормами, даже зимой. Потому что раньше, ну как скажу, старину, сильно же не готовили же кормашек. Вот сейчас только начали готовить. А тогда вот под ножом корм, и все, в морозах хорошо выдерживают. Ну вот увидите, какая у них шерсть. Да, шерсть. Шерсть густая такая, плотная. Шерсть, пожалуй, одно из самых главных достоинств этих животных. К примеру, дубленки с мехом горной козы Тосканы говорят теплее любой шубы, не ценнее козьего молока. А уж какие кулинарные шедевры можно приготовить из баранины. Особенно, если на заклане отдан ягненок. Блюдо из ягненка особо ценится у гурманов. Это настоящий деликатес. Совсем без запаха и очень нежное. Такое мясо можно есть ложкой, говорят кулинары. Это особенное мясо, и отношение к нему, конечно, особенное. Плюс этого мяса энергетическая ценность. Легко усваивается, дает большую энергию, и это уже немало для этого мяса. А рецепт его приготовления прост. Дебрышки ягненка посыпаем солью, имбирем и чесноком. Отправляем на сковородку. Обжариваем также овощи. Когда все готово, украшаем блюдо сливочным маслом, смешанным с зеленью. Минимум усилий, максимум вкуса. С Новым годом! Поздравляю вас, поздравляю дорогие зрителей. Удачи, всем здоровья, благополучия в семье и в рамках. Редактор субтитров А.Семкин